На самом деле, конечно же, музыкальная теория довольно-таки обширная, и давайте еще раз вернемся к консонансам и диссонансам, потому что, мне кажется, это очень важно, и это то, на чем стоит остановиться. Сами музыкальные консонансы еще подразделяются на некоторые подкатегории. Это абсолютные, совершенные и несовершенные, то есть самые-самые консонансы, ну, средние, ну, и тоже, вроде бы тоже, как бы, консонансы. То есть абсолютные, это вот чистейшие, обычно, знаете, все медитативные, вся медитативная музыка, все, весь релакс, он основывается именно на абсолютных и совершенных интервалах. То есть абсолютные это Ч1 и Ч8. К примеру, если я вам сыграю вот это вот. Он звучит, знаете, как нечто такое расслабляющее, как что-то такое мягкое. Дальше, совершенные Ч4 и Ч5. Сейчас я добавлю к вот этому вот Ч1 и Ч8 именно вот эти вот интервалы и посмотрим, как оно будет звучать. То есть оно тоже имеет такое звучание. И несовершенные тоже М3, Б3, М6 и Б6, которые тоже звучат благозвучно, но уже не так, как абсолютные и совершенные. Вот я сейчас снова сыграю Ч8, Ч4 и Ч5 и добавлю, и добавлю Б3. Оно тоже уже более разнообразно звучит. Кстати, сейчас давайте рассмотрим. Вот я вспомнила Шуберта, Ава Мария. Она же ведь полностью начала построена на перебирании вот этих вот музыкальных консонансов. Это у нас Б3, Ч4 и снова БМ3. Хорошо, дальше. Диссонансы представляют собой категорию интервалов, которые имеют непривычное для ухозвучание. Все бибикалки в машинах, все вот эти вот резкие звучания сирены, они все включают в себя вот эти уменьшенные, то есть вот эти вот диссонирующие интервалы. Ну, потому что они вон таки резко звучат. А теперь давайте посмотрим, как композиторы в музыке применяют вот эти вот самые интервалы. Возьмем к Элизе. Почему ее, она всем нам нравится и мне она очень нравится, даже несмотря на то, что мои ученики сто и двести раз ее играют. Потому что если мы разберем сочетание всех звуков друг с другом, к примеру, возьмем сочетание звуков по вертикали. Они все создают в себе концонирующие интервалы, то есть интервалы единицы, тройки, четверки, пятерки и восьмерки. То есть ля и ля. Ну вот давайте приблизим, посмотрим. Ля и ля. Восьмерка. Дальше. Вот так, восьмерка. Вот, смотрим. Ми и си. Ми и си. Ми, фа, со, ля, си. Пятерка. Дальше. Ля и до. Ля, си, до. Тройка. Они все сочетаются. Хорошо, возьмем давайте не по вертикали, а по горизонтали. К примеру, до, ми и ля. До, ми это мелодический интервал. До, ре, ми. Тройка. Ми, ля. Ми, фа, со, ля. Четверка. Тоже концонирующий интервал. Дальше. Ну, к примеру, возьмем вот это вот. Ми, соль, дес, си. Ми, фа, соль, дес. Тройка. Соль, дес, си. Соль, ля, си. Снова тройка. То есть, оно все друг с другом, как по горизонтали, так и по вертикали, не находит никакого диссонанса. Вот давайте я вам сейчас сыграю, мы еще раз наслабимся этой прекрасной музыкой. Красиво, правда ведь? Правда ведь? Хорошо. А теперь давайте посмотрим пример с диссонантным звучанием. Это у нас Стравинский. Петрушка. На самом деле, мы сразу же увидим, что тут как-то слишком много нот. Но дело не в том, что тут много нот, а дело в том, что если мы посмотрим, к примеру, по вертикали, даже не будем... Кстати, да, чем больше нот, тем больше вероятность того, что они вместе может будут сочетаться, а может быть и не будут. Посмотрим вот это сочетание. Ля, ре, ля, ре, ля, си, до, ре. Четыре. Ну, вроде бы нормально. Ре, фа, ре, ми, фа. Тройка тоже вроде нормально, но ля и си это два. То есть, даже тут еще ля и си через октаву. Этот интервал довольно-таки терпкий будет звучать. Дальше. Если мы посмотрим в левой руке, вот видите, вверху такая вот сцепка из ноток. Фа и соль. Это секунда. То есть, она у нас звучит вот так вот. А если посмотрим крайние ноты, то есть, внизу на добавочной линейке у нас нотка. Так, соль. Си, ре, фа, соль. А если даже посмотрим, как сочетается нота соль, самая низкая нота. И в правой руке у нас еще и нота ля, вот эта вот нотка ля, то, соль, ля. Ну, вот такое вот себе звучание. Хорошо, давайте послушаем, как это звучит, как это у нас будет играться. Слушайте, вот эти вот аккорды, они очень-таки терпкие, очень требующего определенного особого подхода. И композитор, ну, в принципе, Стравинский, я такой композитор, который в музыке, вообще в музыке, внес такое авангардное дыхание, как и Казимир Малевича в свою абстракцию. И Стравинский, это был его, конечно же, стиль, который игрался вот этими диссонантными аккордами. Но я бы сказала, что это было, конечно же, оправдано. То есть к диссонанцу не надо относиться как к чему-то плохому. Нет. Сейчас дальше я вам расскажу, почему. К примеру, тут Стравинский хотел показать вот эту вот Петрушку. Я надеюсь, вы помните этот сюжет. Петрушка, это был такой королевский шут, который вроде бы смешил народ, вроде бы было весело, да, вроде бы у нас все интересно. Но что-то не то. Вроде бы он рад, он весел, но вот эта вот диссонантность, она и показывает, что этот Петрушка был в глубине души и не таким-то уж и радостным человеком, потому что у него там была своя любовь. И там очень интересный сюжет, поэтому я не буду вам делать спойлер. Посмотрите этот балет и получите удовольствие. Хорошо, давайте возьмем не классическую музыку. Вот произведение у нас песня, которую я думаю вы знаете. И посмотрим, как композитор, играясь вот чередованием консонанса и диссонанса, создает такой вау-эффект. То есть, если все произведение у нас в консонансе, то, возможно, первую минуту будет классно. Потом это будет приедаться к нашему уху, это будет замыливаться. И композиторы делают такие разные сочетания. К примеру, давайте посмотрим. Разобьем на некоторые маленькие отрезки. Первый блок я, дабы экономить наше время, скажу заранее, что здесь, в первом блоке, у нас только консонанс. Второй блок включает диссонанс, то есть мы видим, видите, соединение двух ноточек, си и до, это секунда, которая привносит такую терпкость. Дальше, следующий вот этот вот аккорд, в котором есть септима, септима и снова консонанс. И оно звучит очень органично, потому что происходит вот эта вот смена. Консонанс, диссонанс, консонанс, снова консонанс. И вот постоянно играясь вот с этим вот напряжением, расслаблением, напряжением, расслаблением, музыка так и управляет нашими чувствами. Давайте еще раз я вам сыграю. И так далее. Хорошо, давайте посмотрим. Классический пример. Лунная соната. Вся первая строчка это сплошной консонанс. Да, возможно, это и играет ту роль, почему она так всем нравится, и мне она очень нравится. И я люблю, когда ее играют люди, и всегда, даже когда мне нужно успокоиться, расслабиться, сама сажусь за инструмент и ее исполняю. Давайте посмотрим. Начало. Первая строчка. Вот вторая строчка. И того я вам сейчас закончила играть вот в этом моменте. На самом деле первые, первых три такта, которых я вам проиграла, они были довольно-таки расслабленные. Они вот нас ввели в ту образность. Но для того, чтобы добавить красок, добавить некого напряжения, композитор в четвертом такте ввел диссонансы. Но вы слышите, да, как они красиво звучат, как они оттеняют именно консонансы в самом начале. То есть у вас и у нас есть такая возможность использовать диссонансы, как, знаете, подушечку в ювелирном магазине, чтобы получше преподнести вот это вот кольцо или колье из консонансов. И на самом деле это очень красиво слушается. И вы тоже можете послушать, к примеру, классическую музыку Чайковского, Рахманинова. И послушать не только, как восхититься вот этой красотой музыки, но и послушать с точки зрения анализа. Где моменты, когда композитор дает нам расслабиться? А где моменты, когда он держит нас вот в таком предвкушении, вот в таком ожидании, и потом дает нам расслабление? И мне кажется, в классической музыке это и уникальность того, что у нас есть вопрос, и у нас есть ответ. Именно модель, которая помогает человеку с оптимизмом смотреть в будущее. Потому что музыка, она дает нам шанс, дает надежду на то, что на каждый вопрос вы можете узнать ответ. И вот эта вот модель жизни, я думаю, она присуща всем оптимистам. Поэтому люди, которые слушают классическую музыку, они более оптимистичны, они более, так сказать, наполнены жизненной энергией. И, конечно, я вам всем советую слушать классическую музыку, но я понимаю, классическая музыка это не вся, подходит каждому человеку. Так как каждый человек индивидуальность, у вас есть прекрасная возможность найти своего любимого композитора и его слушать. Потому что классические композиторы не ограничиваются только Чайковским, Бетховеном, Моцартом, Бахом. Их очень много. И я уверена, что вы сможете найти своего классического композитора. И вдохновляться, и заряжаться энергией, и оптимизмом, и жизненной силой. Кстати, да, и не забывайте про домашнее задание, которое мы проверим с вами на следующем уроке. Вот, это домашнее задание, и мы переходим дальше.